Евгений Ахметов, старший тренер команды Оренбургской области, ставший победительницей первенства России 2024 года среди девушек до 16 лет. Евгений, первый вопрос, конечно, как оцениваете расстановку, насколько она оказалась ожидаемой? Ну, расстановка у соперников была, не сказать, что неожидаема. Была ожидаема, только вот думал, что поставят Екатерину Дроздову, но сомневался все равно, думал, скорее всего, ее, раз она шла, играла все матчи, получается, не думал, что Машу Виноградову поставят. Ну, все же, Андрей Анатольевич решил не правильно поставить Машу Виноградову, потому что, как мне помнится, в Архангельске, когда играла Поздняева Настя, ей было тяжело сыграть с Машей Виноградовой, но... А вот с Дроздовой ей было проще играть. Я думаю, он оттолкнулся от этого. Ну, а наверху расстановка от Москвы была ожидаема, как бы там, как бы не поворачивай, все равно, скорее всего, бы встретились, а не между собой. Вопрос такой. Какая была установка на игру Элимбетова-Бокова? Понятно, что некоторое преимущество в рейтинге было у Боковой, но все-таки какая была именно установка с вашей стороны? Установка с моей стороны была... Ну, у Амины неплохая скорость. Я просил, чтобы она играла ближе к столу и больше, наверное, если считать по нижнему вращению, то играла бы с середины правого угла, потому что Бокова в основном она не перекручивает, она дает пассивно. И я хотел бы, чтобы она играла, она так и играла через правый угол. Раз, ну, тут спина два кидала, чуть дальше в зону ее Бокова уносила и доигрывать в левый угол. Ну, установка была такая. Чуть быстрее, потому что Бокова, она чуть помедленнее, я считаю, Амины. И, ну, вот такая установка была. Вопрос такой, насколько... Прав ли я, что встреча Поздняева-Виноградова явилась, в общем-то, определяющей? Поскольку мы все держали в уме два очка от Боковой, было бы это неудивительным. И вот все, на мой взгляд, решилось в игре Поздняева-Виноградова. Прав ли я? Если не прав, то в чем? Думаю, вы правы. Все правильно говорите. Это было очень важное очко. Да, скорее всего, мы отдавали, что будем честными, наверное, Бокова два очка дает. И надо было нам третий матч в любом случае как-то выигрывать. Ну, вот у нас сложилось в нашу пользу то, что мы победили. Арина сыграла, может быть, свою лучшую встречу в концовке, но не всегда она была такой собранной. Как бы вы оценили игру именно Арины Абдулиной на этом турнире? Арина Абдулина, ну, игра, я думаю, была шикарная. Шикарная игра была у нее. Ну, она выполнила все установки, которые я говорил. В третьем сете, получается, немножечко при 2-0-64 зачем-то она поменяла подачу. Ну, мы вышли на четвертый сет, и она выполнила все установки. Я считаю, она довольно-таки неплохо выступает после Нового года. И у них хорошие результаты. Победа, допустим, на ПФО. Она на перси России, 19 лет, ей чуть-чуть не хватило, чтобы в 16 попасть. То есть 4-3 в упорничьем борьбе проиграла. Если бы она выиграла матч, я думаю, прошла бы дальше. Сейчас она, я считаю, в очень хорошей форме. Я думаю, что в личных соревнованиях у нее, я думаю, будет хороший результат. Если продолжится, вот как она играла пятый матч решающий, думаю, что она может здесь показать себя вновь, как и в былые времена. Евгений, ну, еще раз спасибо от наших зрителей, которые выражают поддержку Оренбургской области. Поздравляем вас. Желаем также держать эту планку и далее. Спасибо вам большое. Где Оренбург, там победа. Спасибо.